Время, как видим, 9.00, и пока за окнами мороз минус 12, я вот собрал магнитом металл от ящиков. Вот эти, которые сейчас пойдут в топку. Протер рекламной макулатурой стекло немного от свежи. Сейчас все это дело сверну. Разаправил чугунную взятницу жиром. Вот тут ядро у меня под ящиком стоит. Ну и пора разжигать все с помощью тех же тарных деревянных ящиков, зова от которых пойдет опять-таки на удобрение клубники и на корм дождевым черем. Они ее очень любят. Разжигаем камин. Ну вот, камин заправлен макулатурой и теперь ящиками. И теперь только остается все это дело подпалить, закрыть и заниматься уже здесь своими делами. Какие они, посмотрите дальше. Как видим, время 11 часов почти что. И чтобы поставить камин на ножки, я сначала попробовал выровнять вот этот угол, который стоял кривовато на кирпичах. И теперь здесь видно, что этот угол выровнен. Вот, и можно даже его немножко поднять. Вот видим, насколько. Но для этого я снял вот эту длинную панель сушильного шкафа. Она была прикручена вот на эти две шпильки. Так же, как и левая, вот эту правую я снял. Освободил камин в правую сторону. И теперь можно ставить на уголки как переднюю сторону, так и заднюю. Ну, сначала поставлю переднюю сторону, потом заднюю. Уголки будут стоять как вертикально, так и горизонтально соединяясь. Вот под камином видим плита такая здесь есть, на которую опирается зольник. И сам весь камин состоит из шести частей. Верхняя, боковая, вторая, третья, левая боковая, задняя сторона. Низ тоже видим прикручен и передняя панель. Ну и плюс еще вставные. Вот эта вот штука вставная и еще одна. Ну, в первую очередь надо сделать опору из уголка. Вот здесь, под эту сторону, потом задняя, соединить их, вытащить эти кирпичи. Ну, это уже будет следующий день, или после обеда, когда камин прогорит. Ну, а пока буду мастерить вот этот уголок высокий. Итак, время почти 14 часов. И вот первая опора заведена, прикручена на один болт. И одну гайку, вот, убраны кирпичи в сторонку. Теперь сделаю центральную опору. И так же, как я поднимал этот уголок, с помощью двух вот этих шломок, так же подниму левый угол и поставлю его на очередной уголок. Время, как видим, 15.02. И камин в кое годы, наконец-таки, стоит на своих железных ногах. Не зря. Вот кирпичики тут стояли. Мы опробовали этот вариант. Смотрели, как он подойдет. Какой лучше, верхний или нижний. Брали самый нижний, брали и повыше. Но вот этот вариант оказался самым удобным. Ну, теперь можно заняться и сооружением сушильного шкафа, который я разобрал здесь, в руку корпуса. Этого уже от самого низа и до верха. Время почти 16 часов. И около камина наведен порядок, как видим. Ну, теперь можно заняться печью снизу, в цокольном этаже, куда я оттащил освободившиеся здесь кирпичи. Ну, этим уже займусь чуть позже. Ну, а здесь надо поставить еще две задних ноги. Чем я займусь уже завтра. Ну, и, конечно же, камин заправлен для разжигания завтрашнего. В далекие советские времена, когда еще вода и свет стоили копейки, вот у соседей был такой аквариум. Метр пятьдесят на семьдесят и на пятьдесят сантиметров. Но потом они его выбросили, когда все стало дорогим. Вот видим, тут и герметик от стекол. Вот он. Ну, и пролежал он не меньше тридцати лет у меня тут без дела. Ну, а теперь понадобился. Вот я его порезал на нужные мне части. И теперь этот кусок, отрезанный 45 сантиметров на 36, пойдет ко мне в дом. Сейчас вот тут вот здесь вот отломалось, как положено. Вот этот кусочек пойдет в дом под наш камин. Недостающие части. Так, время 11.16 и я успешно устанавливаю вот этот валок, как видим. Как раз он подходит сюда, но вот по высоте. Тут приподнято сейчас, как видим, зафиксировал ножки. Пошевелю отверстие. Здесь у меня зазор тоже нормальный. Между трубой и задней стенкой. И вот тут, видим, мешает мне пододвинуть уголок вот этот прилив. Монтажный кирпич тут силикатный. Деликатно, в общем, я его сейчас сниму с помощью вот этого инструмента. Так, время, видим, почти 12. Орелки включил. Ну и вот срубил часть кирпичей. Как видим, уголок подвинулся. И встал вот так, как надо. Вот видим, как он стоит. Как раз будет, если прикручен еще один уголок, то будет как раз под самую печку. Вот. И то же самое с этой стороны. Так же выглянет. Вот. Ну теперь я, конечно, не успокоюсь, пока не соберу весь этот мусор в ведра. И пока не срублю вот этот еще там кирпич остался. Вот видим. Ну, думаю, до приема пищи я это делаю. Сделаю на всякий случай. Снял дверку стеклянную, чтобы не разбить. Подвал вытащил, чтобы было легче. Ну, в общем, вот такая вот у меня физкультура сегодня до обеда. Ну вот, срублены ненужные приливы из силикатных кирпичей. Печей полностью здесь. Теперь только осталось срезать арматуру. И, в принципе, поставить вот здесь уголок один, второй, на которых будет держаться задняя сторона камин. Вот тут видно, как это все дело выглянет. Вот так оно смотрится. Ну, это уже будет после обеда. Пока задняя сторона опирается вот на эти кирпичи. 1 марта 2023 года. Доброе время суток. С вами Виктор Дулин. Время, пора ехать домой. И вот, наконец-таки, наш камин стоит на... Железно стоит на железных ногах. Шкаф сушильный пока снят. Но все уже стоит мертво. Закручены дюбеля. Забиты туда две шпильки. Вот они, внизу. Все здесь скручено на айках. Как с фасада. Так, и с тыльной стороны. Ну и теперь осталось только... Установить сушильный шкаф. И на этом с камином будет все завершено. Останется заниматься только сауной. Время 10.04. 4 марта 2003 года. И хоть сегодня у меня не было острой необходимости в разжигании камина. Впервые за неделю. Но все-таки футболка на мне мокрая. Показался со всем этим профилем. Ну и заодно проверил, как он дымит, не дымит. На новом месте. Видим, что стоит на своих железных ногах. Поэтому гореем спину у сухой футболки. Снимаем мокрую и отправляемся на третий этаж. Вот так парит сохнущая перед дверкой камин футболка. Сухая и теплая уже на мне. И теперь отодвину все-таки подальше, на всякий случай. Вот так вот топаем на третий этаж. Пока сохли алюминиевые листы офрированные подсолнечные гибкие панели, я занимался обустройством камина. Вот сделал такую вокруг него, так скажем, защиту. И теперь со всех, вернее, с тыльной и с боковой сторон. Теперь такую же защиту можно сделать сверху. И в одно из отверстий, вот здесь будет отверстие, а в это отверстие будет установлен вот этот вентилятор. Вот так, в банку. И будет нагнетать воздух теплый из всей полости, которая внутри защиты в подпол. Вот здесь видим окошко. И будет нагнетаться теплый воздух под пол. Посмотрим, какой будет пол. Ну вот, на 16.30 обустройство камина для обогрева пола, для создания теплого пола с помощью горячего воздуха. И дышу из камина выглядит вот таким образом. А теперь еще надо сделать одну полосу тоже так же вокруг трубы, чтобы она, ну, сантиметров 15 видна. Вот здесь лучше будет видно. Вот так это дело выглядит на данный момент. Но заканчивать уже буду в следующий раз. Время почти 11 часов. И пока сушится моя футболка после уборки снега и разгрузки машины, я займусь выносом из этого помещения ламината или ламината. Короче, панелей лакированных на третий этаж. Продолжаю показывать, не стесняясь, а не стыдясь, свой хламятник, дабы вы увидели, как он превратится может быть довольно скоро в лучший вид. Пока все выглядит вот так. Время 16.15.6 марта 2023 года. И вот я таким образом по уровню восстановил дополнительную крышку заднюю, так скажем. И согнул сегодня вот этот кожух жестяной. Теперь можно и закрывать. Время почти обеденное. И у меня идет испытание нашей печки, камина, который будет обогревать в банку в современном интернете. Он обогревает воздух через весь объем вокруг камина. И смотрим, как будет реагировать свечка. Вот. Видим, пламя свечи тревожатся. Тревожатся. Видим, где-то шевелится. И воздух идет теплый. Так что отлично работает система. Остается только сделать, чтобы это было вот так зафиксировано, не шумно. И на этом будет завершено. вот так пока шум временно ограничен лесу. Ну, вот мы с вами и в доме, а время 8.41, прошел ровно час, так я выехал из квартиры. Разжигаем камин и смотрим за температурой. Вот видим, тут она сейчас на полу, как и на улице, минус 7. Ну, посмотрим, через сколько станет и какой. камин разгорелся, пошло от него тепло, видим, что в трубе восполняется. температура и надо это, значит, труба сама очищается от сажи. Ну, и будем включать вентилятор, поскольку труба уже горячая, и на камин тоже. и посмотрим, что будет с температурой. Вот я включил вентилятор и смотрим за температурой. вентилятор и вентилятор и за Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И поставить вентилятор вверху... Чтобы он теплый воздух гнал... То температура будет расти еще быстрее... Чем я сейчас и займусь... Время прошло еще 10 минут... Я занес лист цинкованный для размораживания... Который буду доставлять здесь каркас... И, как видим... На полу температура уже... Плюс 20 градусов... Так что сейчас... Начнет интенсивно... Слежок... Так... Ну и... Я буду... Пускать... Этот лист... В дело... А как... Это дело будет... Происходить... Все... Увидите... Ну вот этот шум... Который производит вентилятор... Он, конечно... Будет гораздо меньше... Вот... Вот... Вот такое будет... Когда я рукой зафиксировал... Вот... Чтобы не дребезжало... Железо... Шум... Пустишься... Нет...